Добрый день! Собственно, поводом для доклада послужила выставка в Московском музее современного искусства, которая проходила где-то около пяти лет назад. Выставка Austin Group, одной из самых сильных сейчас дизайнерских команд, которые занимаются прежде всего некоммерческой деятельностью, а затем уже и когда возник повод сделать каталог этой выставки, каталог делал Кирилл Благодатский, тоже один из участников этой группы, в каталоге напрямую была процитирована бесконечная любовь русского плаката к «Дада как таковому». Возникает вопрос, откуда вдруг возникла эта любовь, почему вдруг «Дада» столь любим на протяжении нескольких десятилетий, хотя это никак не артикулировалось, но кроме этого каталога, который есть документальный, такой факт подтверждения любви плаката к «Дадаизму» и русских дизайнеров к «Дадаизму». Вообще откуда возник не только увлечение «Дада», но такой образ жизни, свойственный русским дизайнерам, который очень близок к образу жизни дадаистов, не только цюрихского, но и, допустим, какого-то зданевического периода. Началось все, собственно, с реклам-фильма, с Игоря Мастровского и с его великого начинания, с организации первой независимой дизайнерской общины, я бы даже сказала, куда входил затем Юрий Боксер и Александр Чанцев, и туда же входили затем все молодые дизайнеры, которые сейчас уже являются патриархами и воспитывают новые поколения в самых разных дизайнерских вузах. А тогда они только приходили к Мастровскому в реклам-фильм, который был руководителем реклам-фильма. Это, кстати, плакат самого Игоря Мастровского. И учились мыслить, учились думать, учились жить, учились жить искусством прежде всего. И учились размышлять в своих собственных работах над самыми актуальными, самыми интересными процессами жизни как таковой. Этому учил Мастровский, и он посещал все молодежные выставки, он посещал практически все показы, закрытые показы, все просмотры. В всех ведущих вузах, но тогда их было практически два. Это Строгановка и Полиграф, где так или иначе учили дизайну, и благодаря Ляхову, Бисти, Гончарову, и благодаря старой строгановской школе. И именно там Мастровский находил, причем не только на факультетах, непосредственно имеющих отношение к графике, например, на факультете автомобилестроения, на факультете промдизайна, на факультете стекла, находил тех людей, которые затем придут к нему в реклам-фильм. И именно Мастровский сформулировал не тягу к дагдаизму как таковому, а тот принцип, который затем вдруг аукнется и вновь будет встречен дада вот таким эхом, именно тем, о котором говорил предыдущий докладчик, с большой благодарностью к предыдущему докладу. Так вот, чем интересен сам плацкарт, и чем интересны те традиции, которые были заложены в 90-е годы, в 87-м была организована группа, первые выставки стали в самом начале 90-х, и совершенно независимо от рекламы фильма, от каких-либо обстоятельств, первые дадаистские настоящие плакаты начинают появляться во времена перестройки. По сути, опять-таки не было обращения к классическим текстам дада, они еще не все были переведены, не все дизайнеры владели языками, но были тексты советских газет, были передовицы, были затем тексты радиопередач, транслирующихся во время пуча, были тексты, которые так или иначе печатала линия график, первая типография, которая поддержала людей, вышедших на баррикады, и все это поколение, на самом деле, поколение наших неодадаистов, оно прошло как раз через перестроечные баррикады, и вот все эти тексты, они так или иначе потом стали появляться в плакатах и в их практике. И, по сути дела, такое русское неодадай – это было осмысление непосредственного того исторического процесса и процесса самостановления, процесса самопонимания и самопознания в искусстве, которое вдруг таким неожиданным и мощным образом сплелось с процессом рождения совершенно нового государства. Поэтому такой русский неодадаизм – это не русская государственность, это как раз попытка осмысления себя в диких, меняющихся, совершенно непредсказуемых, очень остро ощущаемых обстоятельствах. Это было опознание реальности. И это опознание реальности потом длилось на протяжении нескольких десятков лет. Это, например, акция, которую выставить удалось только на… Причем это не сами плакаты, это плакатные формы, тоже благодаря линии график отпечатанные. Выставить на заборе Зверевского центра современного искусства, больше это практически никуда так невозможно было в город пустить. Акция, посвященная 20-летней катастрофе Чернобыля. Прошло 20 лет, и дизайнеры вновь сами пришли, сами сделали плакаты. Называлась эта акция «20ЧБ». Это тоже продолжение как раз идеи Майстровского, идеи боксера. Это один из лучших плакатов боксера к фильму «Скромное обаяние буржуазии», где, опять-таки, давалась эта попытка говорить о современниках присущим им языком, не тем, что мы, опять-таки, можем встретить в эстеблишменте, а говорить о современниках языком, который может быть где-то их эпатировать, где-то, может быть, их оскорбить, а где-то просто попытаться заставить задуматься. Вот такие естественно рожденные родимейды, отнюдь не цитированные, хотя мы можем найти аналоги, например, подобным плакатам у французской группы «Грапиус», мы можем найти где-то что-то похожее, но именно похожее, а не прямую цитату, в польском плакате. Но вот это такая была попытка через реальность, через фотографию реальности, через родимейды реальности что-то рассказать, в том числе и о себе. И знаменитая акция, это рекламная акция, это единственная рекламная акция, которая была официальной, в то же время она заслуживает очень хорошей такой додоистской истории, потому что это акция «Голосу или проиграешь», которую делал Юра Боксер, будучи уже тогда как раз членом группы «Плацкарт», группа, которая была организована Майстровским после его выхода из реклам-фильма, группа, которая, ну, как бы так и называлась, там, «Право на путь дальнего следования». И вот это «Право на путь дальнего следования», оно так или иначе, опять-таки, говорило о современной политике, но абсолютно внезапно, вот самое интересное здесь, это вот та внезапность и то невероятное ощущение свободы, которое давалось, прежде всего, графикой, давалось плакатом, давалось реальностью, и все это срасталось вот в такие очень простые, лобовые, очень, где-то, может быть, предельно упрощенные, но чрезвычайно знаковые в то время работающие образы. Это, может быть, та одна, единственная, может быть, за всю историю мировой рекламы акция, которая изменила в том числе и она целую страну. И вот, пожалуйста, работа Чанцева, работа, на котором как раз учились тоже наши все молодые дизайнеры. Казалось бы, вообще нет текста, а это плакат, это настоящий плакат, причем тиражный, напечатанный достаточно серьезным тиражом, потому что это сейчас у нас плакаты печатаются 5-10 экземпляров, и это считается уже выдающимся достижением. Во времена перестройки, во времена становления линии график, плакаты печатались тысячным тиражом, это очень много, потому что, ну, я не буду сравнивать с плакатами реклам-фильма, которые могли печататься 300 тысяч, 500 тысяч и распространяться по всей стране, так же, как и знаменитый плакат Маестровского к фильму «Формана», «Пролетая над гнездом кукушки», с чего я, собственно, и сегодня и начала рассказ о таком русском неудодаизме. И вот плакаты группы «Пласткарт», вот этот плакат Чанцева, это была попытка немедленно понять, немедленно, вот не теряя секунды, не теряя вот этого нового энтузиазма, если хотите, нового драйва, понять историю именно ту, в которую были погружены сами художники. Это отнюдь не было дистанцирование от этой истории, это отнюдь не была попытка такого, может быть, где-то снобского отречения от какого-либо красивого или, наоборот, самого страшного и безобразного прошлого. Это была очень смелая попытка погружения в это все и понимания сегодняшнего дня с точки зрения и себя самого исторического процесса в целом. И знаменитые вещи Ефима Цвика к театральным плакатам «Мамаша Кураша и ее дети» и плакаты, которые перерастали в инсталляции, плакаты, которые начали перерастать в какие-то уже формы, выходящие в город. Это опять-таки не было пущено, но, тем не менее, в России эти плакаты произвели колоссальные впечатления, но сделаны они были в то время для театра «Гэшер», автор этих плакатов Евгений Добровинский, где, опять-таки, вот это ощущение от перестроечных времен, оно тут же переводилось в подобные инсталляционные вещи. Плакат становился не просто неким графическим листом с информационным блоком, с текстом, с картинкой, которая может быть более говорящей или менее говорящей. Плакат становился ударом, плакат становился взрывом, плакат становился дикой историей, плакат становился откровенным скандалом, будь то общественным, будь то политическим. Другое дело, что эти скандалы, они все были достаточно локализованы, они были в культурном центре «Дом», который был бывший клуб самодеятельного творчества, они были в неформальных институциях, организованных Николаем Дмитриевым, царствами небесные, например, или на тех же ландшафтах Марка Пекарского, который устраивал многочисленные свои перкуссионистские концерты и терпел, надо отдать ему должное, мужественно терпел все эти плакатные высказывания в рамках своих собственных концертов. То есть это действительно было такое абсолютно неформальное, несанкционированное и в то же время такая мощная волна, мощное начало самопознания. И это вот все плакаты Добровинского. И один из лучших его плакатов, узнаваемых, который стал образом 90-х, подготовившим уже в 2000-е к «Кабале Святош Мольера». Плакат, который предлагал каждому надеть на себя вериги любой эпохи, почувствовать себя художником, творцом, творцом истории, творцом личности, творцом искусства как таковым. И далее, собственно, ответы не заставили себя долго ждать. Андрей Логвин, один из… У Майстровского, у Чанцева, у боксера не было прямых учеников. Они нигде не преподавали, не приходили никуда на лекции, не заставляли слушать себя там на протяжении какой-либо академической пары. К ним все приходили. К ним приходила вся студенческая Москва. И в «Плацкарт», и в «Рекламфильм» показывали свои какие-то первые неоперившиеся юные студенческие опыты. Пытались как-то с этими опытами жить, работать. А Майстровский и боксер, и Чанцев, будучи чрезвычайно доброжелательными людьми… И, кстати, надо отдать должное, именно группе «Плацкарт» удалось первыми, кто получил какие-либо очень серьезные заслуженные награды. Например, боксер был первым русским дизайнером, который получил золотую медаль на фестивальном плакате в Шамоне. Но за плакат, который сегодня здесь нет, но я его показываю на каких-то других выступлениях, там «Похороны Сталина» к одному из фильмов 90-х годов. Это был первый плакат, который так или иначе вышел на международную арену, начиная с конца 60-х годов, когда Сталина, например, в Бурново тот же самый Добровинский за плакат Кашстаковича тоже получил золотую медаль. И далее боксер, а далее уже пошло вот это мощное молодое поколение, которое просто советовалось, которому Майстровский и Чанцев и боксер давали возможность выжить, просто-напросто передавая им те или иные заказы и опять-таки советую им, как можно работать с образом, как можно работать со свободой, как можно работать со словом. И начинается такая новая додейстическая волна с поколения Логвина, с поколения Чайки, с поколения Юры Суркова, которые сейчас уже учат на самом деле студентов. Все они ушли в преподавание, вот в отличие от их старших больших братьев. Ну и вот эти ранние плакаты Логвина, они так или иначе цитируют. Вот здесь очень интересно, что следующая такая волна увлечения такими подобными додейстскими практиками, это была волна цитат и самоцитат. И в то же время это очень любопытные цитаты. Это не там, хотя опять-таки достаточно и в таких плакатах много аналогов, очень много понятно, откуда что берется. Иногда просто-напросто перефразируется предмет, перефразируется объект, а, собственно говоря, ощущение от него остается тем же, которые были в классических видах додейстских объектов или ready-made. Но интересно совершенно другое, для чего это делается и как это должно работать. Потому что функция того, как это работает, она меняется. Она меняется настолько интересно, что мы можем говорить о некой новой функции DADA, которая как раз появляется в 90-е годы. Но для русского графического дизайна это было время не только золотого тельца, потому что появляется масса рекламных коммерческих и прочих агентств и масса представительств зарубежных огромных рекламных агентств в России. Нет, появляется возможность создавать свои собственные независимые студии, что очень важно. И практически все ведущие дизайнеры, они не принадлежат никаким либо агентствам как таковым. Они сами себе агентства, они сами себе дизайнеры. И тем не менее, это им удается, как ни странно, создавать в такой самостоятельности достаточно большие культурные события, ивенты. Вот выставка, на которую уже последние лет пять было просто невозможно ходить, в свое время была одной из самых сильных. Выставка дизайн, дизайн России. Ну вот, соответственно, в какой год она проходила. Ежегодный смотр. Самое интересное, что было что смотреть. Есть ежегодный смотр таких проектных практик. И Логан впервые, опять-таки, формулирует, собственно, а плакат должен был каждому году формулировать, чем должен заниматься дизайн в 95, 6, 7 или 9 году. То есть сразу такой был плакат-манифест. Вот в данном случае перед нами манифест того, что, опять-таки, плакат должен обижать, плакат должен бить, плакат должен просто-напросто пытаться вывести зрителя из комфортного состояния. Вопрос ради чего? И, по сути дела, Логвин один из тех, кто отвечает ради чего. Собственно, плакат должен выходить из состояния такой красивой картинки с виньеточкой, с правильно поставленным акценденцией, с шрифтом, с прекрасным, может быть, набором классической латиницы и кириллицы. Вот не надо этого всего. Нужно, опять-таки, пойти и посмотреть на те фактуры, которые дает сама жизнь. И появляются плакаты, которые являются такими врезками из реальности. И, к сожалению, опять-таки, этих плакатов мы могли видеть только на… Это были открытые события, но, опять-таки, достаточно локальные. Их невозможно было увидеть в городе. В то время билбордов еще тоже не существовало. Плакатных афишных тумб, в отличие от поколения Маестровского и поколения Помянского или Ефима Цвика, когда работы Помянского мы могли видеть рядом на афишных тумбах с Большим театром. Вот такой роскоши уже дизайн 90-х себе позволить практически не мог. Но тогда была более сплоченная дизайнерская профессиональная среда. И как бы все знали, кто что делает. Вот плакат, который создавался сегодня ночью, завтра-послезавтра утром, выходя уже из линии графика, а тогда все именно в этой типографии печаталось. Потому что линия печатала эти плакаты бесплатно. Спасибо Михаилу Аполлонову, директору линии график. Так, если бы не эта спонсорская помощь, мы бы сейчас не говорили об истории развития русского дизайна в 90-е годы. Это серьезная на самом деле очень вещь. Так вот, только выходил плакат, все приезжали смотреть, все обсуждали. Была такая коммуникативная, очень открытая, очень естественная среда. Никто тогда еще не делал годовых отчетов для Газпрома. Жили более веселой, непосредственной, может быть, какой-то более радостной на самом деле жизнью. Ну и ГЦИ, надо отдать должное великому проекту ГЦИ, который, к сожалению, полностью не состоялся, но начало было захватывающим. Знаменитый проект сериалы и проект ортотека. И опять-таки, когда нужно было перелистать всю историю искусств для того, чтобы выбрать что-то самое важное, причем современную историю искусств непосредственно в России, и в регионах, то есть вот самую ближайшую, не где-то там развивающуюся, о которой мы можем знать, цитируя Лискова, через милкоскоп или через телескоп, а вот свою, свою родную. И Логвин делал к этой родной истории, опять-таки, плакаты абсолютно перфекционистские, потому что они здорово напечатаны. Это тот редкий случай, когда нашим дизайнерам давалось возможность почувствовать себя королями в технологии, сделать 3-4 прогона лака, что было практически невозможно. Это была та роскошь, которой, например, сейчас уже просто мыслить было, вот помыслить сейчас уже нельзя. А тогда это было еще доступно, линия графика шла на такие эксперименты. И вот такая хорошая рабочая перчаточка гастарбайтера появляется из эстетских 10 лаковых прогонов. И это делается, опять-таки, сознательно. Технология начинает также эпатировать, как начинает эпатировать какие-то… Ну, это вативный плакат, посвященный Александру Белосуцкому, первому из дизайнеров нашего русского гламура, но сделавшему очень много для того, чтобы хоть как-то человечески выглядело. И вот один из плакатов, который уже выходит на практически международный контекст, потому что это плакат, посвященный правам человека, абсолютно дадаистская вещь, но она не была инициирована, к сожалению, собственно, местными реалиями. Это плакат, который заказало французское правительство. Мэрия Парижа и французское правительство очень часто заказывают русским дизайнерам плакаты по каким-либо очень серьезным поводам и как раз получают то, что им хочется. В данном случае на протяжении трех лет все муниципальные французские школы были увешаны этим плакатом, но на входе где-то 3-4 этих плаката можно было найти. И вот делалось таким образом. Это была пригласительная акция к юбилею французской конституции и всем мировым дизайнерам по приглашению. То есть, естественно, мэрии Парижа рекомендовали пригласить каких-либо ведущих лиц в мировом дизайне. В основном это были члены AGI французского альянса графических дизайнеров, такой высшей лиги профессиональной. Но после этого там было, как ни странно, мэрия попросила, чтобы там было достаточное количество русских. Тоже очень интересный такой был ход. И каждый из дизайнеров выбирал ту статью Конституции и сам выбирал. Были на все языки из тех стран, из которых были приглашены дизайнеры, на эти языки была переведена французская Конституция. И вот Логвина потрясла статья о том, что, собственно, никто не имеет права совершать какие-либо телесные наказания над какой-либо другой личностью. Это человек, прошедшего баррикады. Ну, собственно, понятно, вот это потрясение этой статьей Конституции, французской Конституции. И дальше было очень много попыток сделать этот плакат. Он получился далеко не сразу. Сначала это был, по принципу Павла Чистякова, мятый бумажный лист, брошенный на асфальт. Вот эти все отголоски 90-х годов. Затем это были попытки работать со стенсилами, работать с трафаретами тоже на асфальте. А затем, видимо, без влияния мультфильмов Бардина, случайно совершенно мялось что-то в руках, пластилиновый человечек. И возникла опять-таки вот эта идея крика, опять-таки абсолютно такого дадаистского, типографического, буквенного, алфавитного крика, что никто, вот никто не имеет права. И далее мы можем говорить о, даже о таком всепроникающем дада, даже в подобных серьезных вещах, когда была попытка просто понять, ну а что же такое война? Вот война как таковая. И запрещенная акция в Москве, акция, посвященная 50-летию еще Победы, тоже были пригласительные акции, члены AGI были приглашены, и очень много русских дизайнеров приняло в ней участие. Были линии график напечатаны тиражи, в последние два дня эти тиражи не были пущены в расклейку. Но Андрей, это тоже все Андрея Логвина вещи, что он сделал? Он взял малярную кисть, клей и пошел в своем строгино на 9 мая клеить эти плакаты на все заборы. Тогда еще не было такого строгого административного наказания за нарушение заборной деятельности, поэтому вот как-то с этим было проще. И он не успел наклеить ни одного плаката. То есть клей у него остался невостребован, потому что к нему подходили в то время ветеранов, было еще гораздо больше, чем сейчас. К нему подходили люди, которые так или иначе помнили, что это такая война, не обязательно те, которые воевали, и просто просили, клятвенно просили, слезно умоляли его просто подарить ему эти плакаты. Естественно, его не надо было об этом просить. Весь тираж разошелся просто где-то минут 40. И на вопрос, почему, они говорят, а мы повесим у себя на двери, у себя в квартире, а у себя вот рядом там в том доме, где мы живем. Потому что на самом деле этот плакат должен был быть, вот это еще до бессмертного полка, плакатом, на котором мы можем помечать любую фотографию того человека, который не вернулся с войны по разным причинам и обстоятельствам. Вот такая великая акция поминания, великая акция памяти, данная простым, суровым, лобовым абсолютно, и в то же время очень продуманным, ready-made. И плакат, вызовавший колоссальный, вот что меня потрясло, 2006 год, было обсуждение на таком портале состав.ru и затем адвертологи.ru этого плаката. И, по-моему, там только был один положительный отзыв из достаточно молодого поколения 30-летних, которые выражали резкое неприятие этой на самом деле великой работы. Плакат был очень простой, потому что был он в честь и, собственно, в память о маленькой выставке, организованной Красноярским музейным центром. Задача-то была, на самом деле, тоже такая сермяжная, элементарная, найти фотографии семей до войны и фотографии, которые были сделаны после войны, тех же самых семей. И просто-напросто такой простой статистикой, таким коллажированием, вырезанием тех, кто просто не дожил до 1945 года, показать количество утрат хотя бы в отдельно взятом маленьком Красноярском районе. И это все выросло в достаточно большую акцию, целую выставку, которую делал Сергей Ковалевский в Красноярске, которая так называлась после беды. И возмутило не только вот этот сам как бы жест вырезания тех людей, которых вырезало само время, которые вырезала сама история. Возмутило другое, возмутило многих само название после беды. Ну, война – это и есть беда, на самом деле, такая колоссальная, страшная. И, собственно, плакат-то тоже про это. И здесь мы можем говорить о том, что само время является таким великим дадаистом, которым ничего не нужно придумывать. Художник только констатирует какие-то временные реалии, и не более того. И вот, ну, это уже попытка, это более мягкая такая попытка говорить о современности. Плакаты – одни из немногих, которые мы можем увидеть в реальности, в городе, в Камергерском переулке. Борис Трофимов их делает сознательно, заставил все-таки руководство МХАТа принять решение, что будет каждому спектаклю делаться и афиша, и плакат. Плакат для того, чтобы приучить к современным лицам. Оказалось, что это очень сложно, приучить публику, чтобы они запомнили современных актеров, чтобы они запомнили современную мимику, чтобы они вновь обратились к современности как таковой, пусть и на театральных подмостках. И традиция старой московской афиши. Ну и, безусловно, классика – это уже Володя Чайка, такой же дадаистский плакат, «Форэнд» сдаётся в аренду, который продолжает уже другую мощный триптих, сделанный, и затем получивший в Варшаве золотую медаль в номинации «Культурный плакат», сделанный в одночасье буквально, когда была разгромлена газета «Коммерсант», был целый разворот там посвящён авторству Григория Ревзина о том, что нельзя обращаться к личности Маяковского, прошу прощения у строителей, но что есть, то есть, из песни слова не выкинешь. И, собственно, каждый, кто работает с советской идеологией, должен подумать о каких-то моральных, этических и прочих нравственных принципах. Так вот, человек об этих принципах не то чтобы не думал, он думал о других, более, может быть, общечеловечных и более интересных принципах. Принципах, какой ценой художник становится художником, поэт становится поэтом, а гражданин становится гражданином, потому что перед нами как раз Маяковский в трёх ипостасях поэта, гражданина и футуриста, то есть того, кто, собственно, создаёт будущее, того, кто расплачивается сам собою за это будущее и который вынужден терпеть то настоящее, которое, собственно, получается. Плакат очень важен именно для становления какого-то самопонимания, самопознания русского дизайна, потому что в данном случае для Чайки это было не только размышление над историей страны 20 века, не только размышление над личностью Маяковского и его трагической судьбой, но это было прежде всего размышление о себе самом в перестроечное и постперестроечное время. То есть и далее, опять-таки, это обложка. Здесь будет несколько обложек, которые не менее додоиски, потому что, опять-таки, работают с редимейдом и не боятся поднимать страшные темы. Это обложка для одних из первых изданий Общества Мемориал, с которым начинает работать Борис Трофимов. И когда, собственно, у него спрашивали, Борис Владимирович, а как вы, собственно, не побоялись приблизиться к этой теме, ведь подумать о том, что нужно визуализировать историю ГУЛАГа, тогда еще не было музея ГУЛАГа, тогда еще Антонов Авсеенко не пытался выбить рядом с Петровкой здание, еще только-только это было где-то в проекте, а книги уже начали выпускаться. Им нужно было придумывать обложки, им нужно было придумывать визуальное наполнение внутреннего блока. И что делает Трофимов? Он обращается к классической истории искусств и ее сопрягает вместе с, опять-таки, очень жестким каким-то временным артефактом, но артефактом не из музейного собрания, не из музейной коллекции, а из жизни как таковой. И вот эти артефакты, ну вот, например, дивная небольшая книжечка, такой проун, если хотите, или архитектон, это может быть и так, и так, мироносится в эпоху ГУЛАГа, где на корешке стоит иконочка маленькой ареографии, она там стоит натуральной величиной, это было очень важно. Это фамильная иконка самой семьи, трофимовской семьи, которая сопровождала его бабушку, а затем и его мать на протяжении всех вот этих перипетий XX века. Вот, собственно, этой фамильной реликвии, такой маленькой, раскрашенной от руки фотографии у нас, и открывается вот этот наш новый берег утопии. Ну и далее тоже современные размышления об этих утопических каких-то темах. Одна абсолютно счастливая деревня, театральный плакат к фаменковскому спектаклю Игоря Гуровича. И вот как раз ландшафт Пекарского. И, к сожалению, из-за смерти Курехина это не так быстро и интенсивно, как должно было, все-таки не стало развиваться. Был отличный фестиваль современной культуры СКИФ, очень камерный, очень дерзкий. Вот где было чувство абсолютной свободы, в чем бы то ни было, отсутствие какой-либо цензуры или самоцензуры, и там боязни, там сделать неверный шаг, и что тебя неверно поймут, или как-то неправильно воспримут, или, дай бог, на составе напишут какой-нибудь новый комментарий. Это было все такими пустяками, на это не обращали внимания. Обращали внимание на другое. Вот что варится сегодня в этом современном культурном котле? Что варится в... Ну, вот, пожалуйста, это Эрик уже Велоусов, это его плакаты, в экспериментальной лаборатории, потому что это все лабораторные вещи, они отнюдь не претендуют на какую-то вселенскую значимость. Они делаются по очень конкретным поводам, это абсолютно функциональные, на самом деле, истории. Об этом можно долго самостоятельно рассказывать. Но каждый раз это все равно попытка закрыть определенную тему. Каталог выставки... Это был целый международный фестиваль, посвященный Чернобылю в Музее архитектуры Юра Сруков. Причем он сам еще и на это заработал, чтобы этот каталог издать. И сделал его полностью. Ну и такая новая практика, как ни странно, сейчас пришедшая из России, очень актуальная в Нью-Йорке, практика постер-процесс. Практика, когда делаются плакаты каждый день, и какой-нибудь из этих плакатов уже на протяжении 6 лет, это Петр Банков, это его авторские плакаты, получает золотой платиновый диск. Это высшая награда Нью-Йоркского клуба директоров, ну, собственно, американского дизайна. Русский дизайн, который получает платиновые диски в Америке. Смешно, но тем не менее, не менее страшно. Вот все, что вы видите, это опять-таки абсолютная прямая коммуникация с улицей, в частности с Савеловским вокзалом, где у Пити был офис журнала «Как» и его дизайн-депо. Сейчас они переехали в другое место. И действительно, плакаты, которые делаются каждый день, сначала это был такой курс реабилитации себя как творческой личности, а затем это закончилось, ну, вот, подобными вещами. Да, это все может быть русский трэш. На самом деле такая честная попытка осмыслить себя в категориях «здесь и теперь». Я бы еще сюда один, одну, такой маленький комментарий. Не только здесь и теперь, но и немедленно. Спасибо. Большое спасибо. Я бы хотел пригласить вот всех, кто участвовал в последнем нашем сете, чтобы мы смогли задать вопросы. И я думаю, может быть, мы это сделаем последовательно. Скажем, начнем с Александра Якимовича, если вы не против. Пожалуйста, Андрей. Я сейчас поставлю, да? Так, микрофончик у нас есть, да? Ага. Ну вот, я, наверное, осмелюсь в первом задать вопрос. Когда вы говорили о криминальном беспределе и его, как бы, такой, о русском авангарде, ну, и не только об авангарде, как часть этого криминального беспредела, не прозвучало слово «антиповедение». Вот, все-таки, действительно ли речь, то есть я понимаю некий пафос и иронию в каком-то смысле, сарказм даже, да? Но ведь на самом деле одно дело криминальный беспредел, а другое дело антиповедение, которое, может быть, на него похоже, оно может его в каком-то смысле имитирует, но оно имеет совершенно другие цели. Почему не прозвучал этот термин, и почему был сделан акцент именно на неком подражании криминальной лексики, блатной, да, или именно поведенческим каким-то жестом? Термин «антиповедение» я слышу сегодня в первый раз и обещаю вам, что обязательно подумаю, как его использовать. Думаю, что это использовать можно, и я постараюсь. Спасибо вам за это. Спасибо. У Сергея вопрос, да? Очень интересный доклад, я с удовольствием, с интересом, с удовольствием не могу сказать, но с интересом слушал, да, криминальности, да. А вы как-то не проводите параллели вообще, так сказать, с мировым искусством, с мировой литературой, в которой мы можем найти такие же примеры, несмотря на то, что там не было ни соцреализма еще, ни 30-х годов, ни таких событий, которые были в России. То есть вся мировая литература, она разве не строится по примерно такой же парадигме? Как на ваш взгляд? Вы просто демон-искуситель. Вы понимаете, вот об этом хочется действительно не то, что там доклад прочитать, а прямо немедленно бежать и писать книгу. Это безумно интересно. Там столько материала, там такие французы, такие немцы. А какие американцы в начале века, в середине, в сегодняшний день откроешь, боже мой, это ж такой, это не то, что дадаизм, а вот то самое антиповедение. Да. И бесконечный интерес. Нет, я, конечно, сознательно ограничился тем, что поставил себе задачу. А что там просвечивает, почему, и почему, и вообще говоря, самое интересное, почему об этом как-то вот до сих пор молчат? Да. Ну понятно, почему в советское время об этом молчали все, но сейчас уже надо начинать об этом говорить. Надо подсказать Дмитрию Быкову, чтобы заговорил об этом. А, нет, Быкову не надо ни в коем случае. Ну хорошо. Есть, вообще-то, и вообще-то говорили об этом. Есть авантюрность, Шкловский говорил о теории остранения тоже, так сказать, на примере Стерна и так далее. То есть, в принципе, разговор об этом был. Но, может быть, вот не так впрямую, как у вас. Вот у вас, вы осмелились совершенно, так сказать, полностью впрямую. Если говорить о криминальности, то это уже мое, так сказать, это не вопрос, а просто дополнение. То, ну, возьмем, там, Гюго, скажем, да. Что такое, это самое, отверженные. Или Диккенса, романы, многие многочисленные, Джека Лондона и так далее. Они все строятся по одной и той же схеме, и поэтому здесь открытие, но понятно, что мы находимся в контексте. И это, так сказать, создает определенную ауру. Спасибо вам. Абсолютно правильно. Пора где-нибудь в исследовательском учреждении организовать отдел исследовательский по криминальным делам. Ну, на самом деле, я еще просто хотел добавить, что, конечно, вот типология криминальных типов, как бы, да, начала, ну, насколько я знаю, да, быть заметной очень с конца 19 века. И это входило, в общем, в контекст культурный, да, как, может быть, даже раньше, да, так же, как исследование шизофрении и так далее, и так далее. То есть, все, что, как бы, не нормировано, да. Андрей, да? Можно мне здесь тоже задать вопрос? Вот отчасти, если позволите, отчасти в контексте высказывания Сергея Бирюкова. Вот мне тоже показалось, Сергей, если я правильно понял вашу мысль, что ваш замечательный доклад, можно, ну, панораму этих отморозков, если можно так выразиться в контексте доклада, расширить, то довести это до некого абсурда, что уместно в рамках нашей конференции, мне кажется. То есть оставим в стороне Франсуа Вьона дела давно минувших дней, и даже оставим в стороне Артюра Рэмбо, ну, там, не знаю, Высоцкий, чем он хуже Маяковского, почему его нельзя так же, с таким же пафосом, приструнить и сбросить с прохода современности, потрафляет криминальному миру чуть ли, ну, я немножко утрирую, но вот этот пафос вполне можно распространить, ну, на Буата Акуджаву, конечно, в меньшей степени, на наших, там, на Ярослава Смельякова, ну, отдельные артефакты, а на Высоцкого уж сотня текстов, да? Вот Вы, так сказать, опять начинаете слишком долгий разговор, его быстро не остановишь. Есть большая разница между человеком, который обращается к власти и говорит, давай вместе устроим революцию братков, одна позиция, другая позиция Высоцкого, который говорит, я тебя знаю, у нас другая культура, понимаете? Для него вот эти, позиция отморозка, это позиция оппозиционная, а у Маяковского нет, и вот в этом интерес и загадка. Но это, повторяйте, это предмет для большой дискуссии. Да что ж там за крики-то? Наверное, да. Я Вам, может быть, подскажу, а может быть, Вы просто не упомянули в докладе, есть еще такой замечательный артефакт, вполне работающий на Вашу теорию, криминальный кинороман или даже два криминальных киноромана с соответствующими отмороженными обложками Алексея Крученых. Сонька-маникюрщица, да, это в чистом виде, но, мне кажется, все-таки подверстывать вот под вот такую Вашу очень жесткую теорию, все это, ну, чрезмерно. Спасибо. У меня вопрос к Андрею. Андрей, а вот как ты думаешь, я знаю, что ты Дюшаном никогда не занимался последовательно, да, вот, это для тебя новая тема, и все-таки реплики Дюшана по-разному очень оценивались, то есть почему Дюшан начал воспроизводить потом эти фонтаны, условно говоря, да, и здесь, конечно, очень смешно звучит слово авторская копия, потому что это, в общем, и не авторская, и не копия. Как ты понимаешь этот процесс? А пока ты будешь отвечать, я нашел изображение у себя на флешке с рекламой, и сейчас я подойду и включу, с рекламой компании JLMOD, которая была очень известна, и магазин был в Нью-Йорке, где, собственно, Дюшан пришел и купил вот этот самый писсуар. Его критики отрицают, что он мог это сделать, вот, это тоже, видимо, повод для академических студий еще. Очень интересно посмотреть, я не нашел, я скачал несколько каталогов этого завода, но вот такой же, такой, а, ну это я видел, но он же не такой. Где именно? Где именно? Ну, да, надо дофантазировать, чтобы найти нужный ракурс, да? Ну, может быть. Ну да, ну да. Этот переворот тоже предмет глубоких академических рефлексий, что он хотел сказать этим поворотом, хотя, в общем, кажется, можно далеко не ходить. Я, пользуясь случаем, хочу выразить признательность моего внимания к этому шедевру всех времен и народов. Этому вниманию я обязан разговорами и совместной работой с Владимиром Фещенко и Алексеем Шестаковым, поэтому мои какие-то дальнейшие импульсы – это их первоначальная какая-то заслуга. Я, наверное, не вправе, прочитав всего лишь две биографии Дюшана, или даже полторы, а не две, претендовать на сколько-нибудь исчерпывающий или авторитетный ответ на этот вопрос. Ну, мне кажется, что в случае Дюшана мы вправе не доверять ни одному его слову. С одной стороны, с другой стороны нет никакого серьезного основания называть его лжецом. Это очень серьезная фигура, мне кажется. Это хомо-люденс с абсолютным покерфейсом, что редко бывает. Это не шут гороховый, ни на секунду. Это не грубый гунн, которому кривляться захочется, и вот он захохочет, и в лицо всем нам радостно плюнет, как великий Владимир Владимирович на своих скрижалях, так сказать, бессмертных, написал. Это какая-то... Маяковский, да, конечно. В общем, если сузить вопрос до противоречивости его высказываний, да, и это абсолютно нормально. Он вправе... Ну, мне кажется, в этом смысле выстраивать свою биографию, свою арт-стратегию, свою уже в позе метро, метро там с 50-летним стажем комментируя этих рыжих девчонок, как он называл, там, Розалинд Краус, которая вполне себе уже тоже к тому моменту стала метром. Для него это рыжая девчонка и так далее. Я не вижу здесь проблемы и чего-то исключительного в противоречивости и неверифицируемости, провокационности и так далее. Я просто хотел пояснить свой вопрос, но не устраивая дискуссии, потому что нам в любом случае вот в 7 часов уже начнется, да, перформанс внизу. Я просто хотел чуть-чуть пояснить, что я говорил не о парадоксальных высказаниях Дюшана, а почему он начал делать реплики, почему он ответил на этот запрос, потому что для Дюшана как бы экспонировать фонтан, экспонировать писсуары или вообще ради-мейды, казалось бы, не входит в его стратегию. На самом деле, как раз это стало развитием этой идеи, на мой взгляд, причем очень таким тонким, да, ироническим. И это первый момент, который я хотел бы означить. Ну, вообще, известны его слова, что сверхуспех моих ради-мейдов это, безусловно, крах моей идеи. Идея максимального удаления от искусства. Он никогда не называл ради-мейдом искусством. И сам факт, что это превозносится и хранится в музеях искусства, абсурден, да? И вот как ни странно, он этому способствовал. И то, что он этому способствовал, это как раз его стратегия разрушения контекста искусства или сопротивления его музеификации. То есть музеификация, как протест против музеификации. Парадоксальность, да? И еще один момент, который связан с Дюшаном, я хотел бы означить. Это, конечно, вот эта история последняя с Эльзой Фрайтаг фон Лоренховен. Она очень занимательная, потому что это тоже, как ни странно, Дюшан это не спланировал. Это не могло быть... Но это работает на него. Но это работает абсолютно на него, потому что таким образом проблема авторства снова и снова возникает по отношению к такому, казалось бы, смешному и ненужному предмету. Вот. Теперь я хотел спросить, может быть, у нас есть вопросы к двум другим докладчицам, к Юлиане и Елене Рымшиной, потому что это были очень интересные доклады. Мне кажется, могли бы возникнуть какие-то вопросы. Здесь нужно задать вопрос в микрофон, потому что иначе превратится разговор тет-а-тет. Но там вот есть человек уже с микрофоном, потом я вам... Да-да-да. Я по поводу вертепного действия я бы хотел спросить. А вот такая установка все-таки на работу сознательную с традицией очень известной и действительно с традицией христианской, с традицией в культуре укоренившейся. Это скорее такое какое-то исключение, потому что мы все-таки думаем о дадаках, о каком-то протесте, о резком разрыве. Но здесь, если есть такая сознательная установка проводится, то это скорее именно работа с традицией ее переосмысления. Это скорее исключение или это какие-то есть аналоги и какое-то развитие в целом течении? Большое спасибо за вопрос, потому что это, конечно, не прозвучало должным образом в докладе просто за недостатком времени. Нет, это, конечно... Я думаю, что это довольно распространенное суждение о дадаизме, о том, что это разрыв со всякой традицией. И вот я думаю, что это ярлык, который напрасно наклеивают, что дело-то тут гораздо сложнее обстоит. И как раз взаимоотношение дадаизма с христианством один из способов обнаружить, что все дело обстоит не так примитивно, как обычно кажется. Взяли христианскую традицию, прочь там, отбросили и все. Это так же сложно, как Томик Пушкина под подушкой Маяковского. То есть это настолько же далеко от того, как это, похоже, как это выглядело за пределами художественного жеста. Жест, конечно, был, и мы видели этот костюм Баля и его ироничная игра с католической традицией была. С другой стороны, мы знаем произведения позднего, более позднего Баля, где он, в общем, вполне осмыслят себя как католический писатель, поэтому традицию он это знал, потому что у него и происхождение было соответствующее, и с детства ему это было знакомо. То есть мне кажется, это отношения просто гораздо более сложные. И если дадаисты резко рвут с фальшью традиции, то это не значит, что они рвут с традицией, ну так, если сжато. Ну вот как-то так примерно. Ну я понял, то есть переосмысление скорее такое. И разрыв переосмысления одновременно. Ну, для любого продолжения традиции на какое-то переосмысление время меняется, и осмысление как-то происходит иначе. Да, ну просто, например, Шиллер мог высмеивать какое-то ханжество религии, например, еще в конце 18 века. То есть это получается, что они уже этим сами ставят себя в традицию. Ну, я не думала, что Хугубаль ставил себя в ту же самую традицию с Шиллером. И я думаю, что он в основном соотносил себя, если уж говорить о Шиллере и Хугубале, извините. Вот сейчас я так подцеплю эту возможность. Но то, если с кем Хугубаль, наверное, полемизировал, так это с образом Шиллера. С тем, что, так сказать, от Шиллера осталось в культуре, окружавшей Бали, и с тем же, что от христианства осталось в культуре, окружавшей Бали. То есть это его беспокоило, и с этим он полемизировал. Что же касается в действительности христианства и каких-то там интимных его отношений с ним или его отношений с Шиллером, с наследием Шиллера, то я думаю, это какая-то будет уже другая история. Скорее, действительно, полемика с клише. Кроме того, конечно, вообще отношение авангарда и дадаизма с традицией, это, по-моему, очень сложный, интересный вопрос. Я, кстати, приглашаю всех поучаствовать в обсуждении этого вопроса, потому что, в конце концов, мы действительно ведь имеем дело в 20 веке, на протяжении 20 века с традицией, разрывов с традицией, которые сами постепенно становятся традицией. То есть уже традиционно определенным образом рвать с традицией. Мы, конечно, но сейчас там в 21 веке это так уже видим. Наверное, Бали, это видел несколько иначе в свое время. Боюсь, много ниток потянуло сейчас. Ну, спасибо. Задать вопросы? Да. Скажите, пожалуйста, вот относительно вот этих караванов Гога Баля и Урзуната Швиттерса, вам не попадалось что-нибудь? Или, может быть, вы знаете, где искать? Знал ли их Джеймс Джойс? Он же рядом с ними находился. Я почему-то никак не могу найти никакой связки между ними. А он должен был все это знать. И его языковые игры очень как бы в эту сторону указывают. Мне, признаться, не попадалось, но мне тоже кажется, что... Ну, я вот попробую, я знаю, вот есть у меня один загашничек. Я поищу. Вот. И знаю, кого спросить. Может быть, тебе удастся. Но у меня прямых доказательств вот нет. Но мне тоже так очень кажется. я давно как раз хотела выяснить. Даже спасибо большое. Я это попробую прояснить. У меня вопрос к Елене Римшиной в вашем очень интересном ярком докладе. Вы проследили то, что вам видится как влияние дадаизма в нашем отечественном плакате последних двух-трех десятилетий. А как сами авторы осознавали ли они вот эту связь, артикулировали как-то? Спасибо большое. Дело в том, что и поводом для сегодняшних рефлексий послужил вот этот маленький каталожец, который делал Кирилл Благодарских для выставки Остон Групп, где вся вступительная статья, написанная Кириллом, это бесконечное признание дадаизма в любви. То есть это сначала была рефлексия со стороны самих дизайнеров, потому что подойти вот так напрямую и сказать, что же ты вот тут царый-то себя мниж совершенно невозможно, поэтому, вернее, это возможно, но спустя какое-то время, когда лет пять, когда плакат уже отжил, можно сказать, свое, или исчез совсем, или хранится где-то на антресолях. А тут вдруг выставка и этот каталог послужил поводом просто посмотреть на ту реальность, которая является собой данные работы, данные вещи, и подискутировать вместе с их авторами, что-то вспомнить, что-то, может быть, уточнить. То есть прежде всего это была рефлексия со стороны самих художников. Затем тут я просто должна еще внести некое уточнение, потому что работы дедаистов приходили, естественно, ну и как много в России до 90-х годов, очень гомеопатических знаний об этих вещах в достаточно гомеопатических дозах, а далее же была возможность уже ездить. И то, что было таким, я бы назвала интуитивным дадаизмом, затем находилось свое подтверждение в тех практиках, которые были уже разработаны. Но самое интересное, что зачастую эти практики рождались спонтанно независимые, предиктованные самой жизнью. То есть здесь была такая двойная перекличка, двойное эхо того, что было сделано, и затем частично те же самые проблемы приходилось самостоятельно и независимо переживать поколению девяностых. И затем вдруг они находили абсолютно точные соответствия, причем не специально занимаясь этими поисками, уже в европейских, мировых, американских музеях, куда они приезжали со своими персональными выставками. Это тоже был такой забавный факт. Когда их стали приглашать в международные жюри, когда их стали приглашать с персональными выставками, с лекциями, с мастер-классами, воркшопами, естественно, первое, что они делали, это они шли в музей из аэропорта, а потом уже куда бы то ни было, потому что была такой голод и жажда увидеть подлинники, не было возможности у нас смотреть на эти подлинники в том объеме, в том количестве, которым необходимо, в том числе дизайнеру и художнику. И вот здесь они вдруг нашли себе друзей вычленников и собеседников, но вот только живших почти столетием ранее. Спасибо. Я еще хотел добавить, что, насколько я помню, вообще во второй половине 80-х возник какой-то новый интерес именно к западноевропейскому искусству, и да-да, в частности. И я вспомнил, когда вы читали доклад, о известной песенке группы «Странные игры», альбом «Смотри в оба», это 84-й, по-моему, год, на этом альбоме они озвучили стих Трисана Цара «Песенька да-да», который они взяли из сборника «Западноевропейская поэзия XX века», вышедшей в Блиотеке Всемирной литературы. И дальше, если вспомнить, там питерское искусство, например, там некрореалистов, приезд Джона Кейджа в Ленинград и так далее, в общем, там возникает на самом деле целый контекст, в котором графическое искусство не тонет, наоборот, как бы выплывает. И еще, вы знаете, я хотел сказать, что я бы предложил последний, наверное, вопрос, потому что через уже практически 10 минут начнется перформанс Сергея Бирюкова и Сергея Летова внизу, на который я всех приглашаю. Последний вопрос, который вот хотел задать Гудрун Лемон. Вы взяли микрофон, и я бы хотел, чтобы вы... Это не очень важный вопрос. Мне кажется, что в Цюрихе там была совсем другая ситуация, чем в всех остальных местах в ДАДА, потому что там они жили спокойно, потому что войны там не бывало. И играть в такую игру, это невозможно было бы в Берлине, например, потому что ситуация там, они были все травмозированы, и поэтому я считаю, что это только такое религиозное отношение, даже если это какая-то пародия, это было там возможно, и остальных мест я не могу представить. Может быть, я ошибаюсь, а мне кажется, что они были все такие антирелигиозные, и даже играть, даже если это была бы какая-то пародия, я не могу представить. И Кабаре в Берлине нельзя. Могу ответить, да? Спасибо. Ну, вообще, вот антирелигиозная сторона, я просто немножко занималась именно историей Кабаре, и как раз антирелигиозное, антиклирикальное Кабаре рубежа 19-20 веков вслед за французскими образцами, оно существовало. И в Германии тоже, и в Мюнхене и в... Ну, это так, просто есть материалы. Ну, вот, да, и я сейчас не о дадаистском Кабаре, а именно о Кабаре антирелигиозном. Вот, то есть это было и в Берлине, в Берлине тоже, да, кстати говоря. Вот, то есть вот сама по себе эта направленность, вероятно, ну, как-то все равно просачивалась сквозь всякие цензуры. Что же касается того, что в Цюрихе дадаисты могли себе позволить то, что они не могли позволить себе в других местах, то это, конечно, факт, да. И тем прекрасно, и мне очень, честно говоря, дорога вот эта фаза цюрихского Кабаре, потому что там действительно фейерверк, вот, всякое, всякое можно, и, по крайней мере, там, ну, нет таких жестких, во всяком случае, рамок, гонений, несмотря на то, что цюрихская публика не обязательно такая терпимая. Но мне-то кажется, что как раз это и делает раннее Кабаре, цюрихское Кабаре, особенно привлекательным для исследований, потому что там можно было сделать то, что ты больше нигде вот не сделаешь. Тем и здорово, потому что, значит, это где-то было здесь, ну, что толку, что у них такие мысли были в Мюнхене, если они не реализовывались, и мы не можем о них точно узнать. А в Цюрихе мысль была, они и сделали. Есть документация и довольно подробные описания, и это здорово, конечно. Спасибо большое за вопрос. Тогда мы можем перемещаться вниз. Я хотел напомнить, что завтра конференция продолжится не здесь, она пройдет в Государственном институте искусствознания в Казицком переулке, дом 5, и это будет очень насыщенный день. И я хотел поделиться своим просто впечатлением, что это удивительно, потому что еще пять лет назад было невозможно себе представить конференцию, тем более трехдневную, посвященную ДАДА. То есть за это время очень многое было сделано разными людьми несинхронно, и сегодня мы уже обладаем достаточным материалом, в том числе русскоязычным, чтобы не только ориентироваться в этом, но и делать доклады, и сравнивать, и исследовать. Так что спасибо большое, что вы присутствовали здесь. До завтра. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова